Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. И сегодня я хочу показать свой макияж, который я делаю практически каждый день. Какие там у меня особенности, что я люблю и какие средства я использую. Очень часто сейчас говорят про омолаживающий макияж. Мне кажется, я, честно вам скажу, специалист по омолаживающему макияжу. И также я слышу очень много мифов о том, что, например, в возрасте нельзя, допустим, блеск. На губы нельзя, блеск на лицо. А в другой какой-то интернет-сети скажут, наоборот, женщинам, взрослым нужно, чтобы был блеск на лице, чтобы кожа сияла. И вот таких противоречий, я думаю, что вы слышите, очень много. Ну, во-первых, когда мы говорим про омолаживающий макияж, здесь не имеет значения, сколько вам лет. То есть не будет особой разницы именно для вас. Макияж ваш в 45 или макияж ваш в 50 лет. Вы за 5 лет не изменитесь кардинально. У вас не изменится за 5 лет тип старения. Он все равно будет тот же. То есть если у вас, например, есть крупные поры, то через 5-6 лет они не станут, они не исчезнут. Они все равно у вас будут. Если у вас кожа мелкоморщинистый тип старения, например, как Шерон Стоун или Майя Плесецкая, то у вас, скорее всего, будет очень хороший овал лица. Он никуда не потечет, но кожа будет больше превращаться в мелкие морщинки. Поэтому, когда вы четко понимаете, какой у вас тип старения, вы выбираете то направление в макияже, которое будет подчеркивать красоту вашего лица и скрывать какие-то нюансы. А когда вы мечетесь и не знаете, а что с моим лицом, как я выгляжу и какой вариант макияжа выбрать, вот у вас получается много ошибок. Также наверняка вы слышали такие мифы, что взрослым дамам нельзя цветную тушь, нельзя блестящие тени, нельзя яркую помаду. А кто-то говорит, наоборот, нужно яркую помаду, потому что она сразу омолаживает. И, короче, вот таких всяких моментов очень много. И самое, что интересно, вот в каждом варианте это доля правды. Но, возможно, это не ваш вариант. Вам нужно из того, что есть, здесь взять вот это, здесь вот это, здесь вот это, и все это подбирается с учетом вашей фактуры. Поэтому такого прямо единого правила для омолаживающего макияжа нет. И нет единого правила для женщин возраста 50 лет, 60 или 70 лет. Для каждой из вас будет свое направление, которое сделает вас роскошной и шикарной женщиной. И вы будете выглядеть молодо. Сейчас я покажу поэтапно и по ходу расскажу некоторые нюансы, которые, возможно, как раз вы сможете применить для себя. Ну что, приступим. У меня абсолютно чистое лицо, нет ничего, только средства по уходу за кожей. И, значит, начнем с первого мифа, когда говорят про то, что если возрастное лицо, то нужно плотный тон, это одна теория, для того, чтобы замаскировать там все всякие проблемы, которые есть. А другая теория, что наоборот, нужно легкий, прозрачный, чтобы не перегружать кожу, иначе все морщины подчеркнутся. И самое, что интересно, и то, и другое, правда. Все зависит от того, какая кожа. Поэтому нет конкретно какого-то одного направления для омолаживающего макияжа, что нужно делать и лето, и лето. Нужно смотреть в данном случае на то, какая у вас кожа. Вот я возрастная девушка, да, что у меня с лицом. Общий тон, в принципе, он ровный. Есть вот здесь покраснение, да. Во-первых, есть изменения в лице. Это, что касается цвета кожи и фактуры. Фактуры, это, например, там шершавая она, есть шелушение, или, допустим, активные поры, или цветовые моменты, допустим, там пигментация, где-то у меня веснушки есть немного, или там краснота, да. То есть есть такие моменты, которые могут тоже смотреться как возрастные. А есть еще возрастные изменения с точки зрения рельефа лица. Например, да, проявились носогубные складки. Это рельеф лица. Появились, например, там не мешки, а мешки, да. Не синяки, а мешки. Вот тут вот есть немножко синячки, а вот тут вот есть мешки. Вот эти вот всякие затемнения, точнее не затемнения, а углубления. Вот, например, у меня тип старения, он уставый. Усталый это когда лицо проваливается. Вот у меня может хорошо держаться, хотя есть небольшие изменения в овале лица, держаться хорошо нижняя часть лица, но лицо как будто бы немножечко проваливается. Есть женщины, у которых лицо опускается, кожа плотная, у кого-то наоборот очень тонкая. Поэтому тональный крем для омолаживающего эффекта будет выбираться в зависимости от того, какая у вас кожа. Значит, я, как правило, не использую какой-то один тон. Я всегда что-то мешаю, мне так больше нравится. Вот у меня, например, 8 пептидов, вот у меня Эрбориан. Этот достаточно темный, этот мне нравится очень по консистенции, он такой эластичный, но он какой-то чересчур зеленый для меня. Я хочу, чтобы было нечто среднее. И я их смешиваю между собой, и у меня получается мой индивидуальный тон. Я делаю так постоянно, и в зависимости от того, как я сегодня выгляжу. Например, я еще очень часто использую автозагар, поэтому я, соответственно, меняюсь по цвету. Сегодня он отмылся, стало посветлее. Завтра нанесла, стало потемнее. Наношу я влажным спонжиком. Так получается более тонкое прозрачное покрытие. Ну, а если мне нужно чуть-чуть поплотнее, например, в зоне носика и подбородка, я здесь делаю чуть-чуть плотнее, то есть дублирую все. Вот, видите, у меня уже получается очень хороший ровный тон. То есть в данном случае мне много не надо. И я сделала свой индивидуальный BB крем. Шею я тонировать не люблю, хотя многие визажисты советуют, но это непрактично, потому что очень быстро все пачкается. Поэтому что можно сделать? Сюда я наношу просто или бронзер, а чаще всего я в эту зону использую автозагар. И у меня получается ровный цвет кожи, как будто бы я ее затонирую. Чуть-чуть вот сюда прохожусь, но вот на эти кольца венеры не никогда, потому что они моментально все проявятся, буквально через 10 минут. Зачем это надо? Поэтому я сделаю немножечко по-другому. Следующий шаг, это, конечно же, консилер. Консилер для зоны вокруг глаз. Я наношу немножечко вот сюда, капельку, вот в эту зону, чуть-чуть здесь, все. Вот у меня весь консилер, больше я не наношу. Таким образом, чтобы не подчеркнуть морщинки, это раз, да, таким образом получается очень тоненькое нанесение, которое здесь не собирает текстуру консилера. и вот, пожалуйста, у вас получается хороший результат у вас, у нас. Вот, смотрите, все, мне больше не надо. Например, зона носа можно тоже нанести, если это требуется. Мне требуется. У меня тут красноватая зона. Так. Ну и все. И у меня, получается, нет перебора текстуры. Теперь по эту зону. На верхний век я не наношу. Почему? Потому что там я наношу всегда базу под тени, поэтому мне ничего не скатывается. А если нанести консилер, то у меня он скатывается просто за пару часов, поэтому тени нестойкие. База под тени, она выполняет роль и консилера, и в то же время стойкости. Это у меня консилер Нарс. Мне он очень нравится. Цвет медиум. Просто замечательно. Все нанесла. Посмотрите, быстренько, чистенько. И макияж просто сутки будет держаться, никуда ничего не исчезнет. Ну, уже красота. Следующий шаг – это румяна. Я люблю кремовые. У меня сейчас с Крыгином тинтер. Тинтер наношу на руку. Так. Затем растушевываю на губы. Это универсальное средство, которое можно куда угодно. И, пожалуйста, улыбаюсь и на щечки. Сначала наношу тинтер. Потом растушевываю так вот спонжиком. И у меня получается очень хороший, нежный цвет румян. И вот я уже молодилась. Посмотрите, как здорово. Но лицо блестит. Тоже есть мнение. Немножко нанесу и вот на эту зону. Опять же, для того, что так как этот тинтер, а не тональный крем, он будет держаться очень хорошо. Но таким образом я как раз делаю немножко вот так более плавный переход. Если это кремовые румяна, то вот таким образом спонжиком быстро получается. А если это сухие, то, конечно, кисточкой. И уже после пудры. Опять же, пудру многие не советуют. Все зависит не от возраста, не сколько вам по паспорту, а какая кожа. Поэтому давайте все-таки подходить к выбору декоративной косметики в зависимости от того, какие задачи, а не от того, сколько лет. Вот лицо, например. У меня сейчас оно такое прямо лоснится. И многие говорят, что вот когда делается там возрастной макияж, обязательно, чтобы кожа сияла. Если она матовая, то она смотрится очень уставшей. И так далее. Это и правда, и неправда. Дело в том, что если у вас кожа очень сухая, и если у вас мелкоморщинистый тип старения, например, типа как мая плесецкая, и очень много-много маленьких морщин, когда вы сделали вот такой вот тон, и кожа сияет, то вас это будет омолаживать. А вот если вы имеете на лице рельеф, когда, допустим, деформационный тип старения, если у вас крупные поры, которые вам не нравятся, если у вас глубокие носогубные складки, здесь вот эти вот валики, то тогда матовая пудра, она очень даже нужна, потому что она будет выравнивать рельеф и фактуру кожи. Вот это тоже нужно учитывать, когда вы делаете макияж. Поэтому я очень люблю транспарантную пудру, у меня Manly Pro, которая как раз вот в этой зоне мне сделает ровный рельеф. Поэтому я всегда себе здесь матирую. Не люблю блестящие носы, это некрасиво совсем. Поэтому посмотрите, видите, какая разница. Вот чуть-чуть убираю блеск. Блеск будет хорошо тем, у кого нету рельефа на лице, когда лицо такое типа плоское. Поэтому если оно блестит, то оно блестит красиво. Все, как только возрастные изменения, рельеф я убираю. И я так чувствую себя лучше. Все, сразу у меня, посмотрите, нет этих блестящих щек, которые еще больше вытаскивают. Досогубные складки. И я очень люблю еще использовать бронзер. Без этого никак. Потому что он дает такую красивую теплоту кожи. Я могу сделать и такое деликатное, типа моделирование. Как раз кончик носа немножечко затемнит, потому что он у меня длинненький. Чуть-чуть здесь, немножечко по периметру, на центр лица и на шею. Потому что пудровая текстура, она держится значительно лучше. Поэтому я на шею наношу, как правило, бронзер, чтобы сделать более плавненький переход. И бронзер здесь так не закатывается, как закатывается тональный крем. Ну вот, уже потеплело, уже красиво, уже помолодело немного. Следующий шаг, это хайлайтер. Значит, я только что сказала, что я мотирую лицо, но естественно, сияние придает коже лоск. Поэтому как же без него? Белар дизайн, хайлайтер, и я наношу теперь блеск. Только на другие зоны. Тут нужно понимать, где надо сделать блестящую часть лица, а где нужно сделать матовое. И это будет зависеть именно индивидуально от того, какие у вас пропорции, точнее, какие у вас изменения возрастные. Поэтому нету какого-то такого классического омолаживающего макияжа, что всем нужно, чтобы лицо блестело, не всем. Всем нужно, чтобы лицо было матовое, не всем. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Но вообще, самое главное, это как раз правильное распределение по лицу вот этих вот матовых участков и блестящих. И тогда это создает шикарный вид. Там, где надо, я подсветила, там, где надо, у меня матовый цвет, фактуры точнее. И поэтому получаются хорошие результаты. Вот, соответственно, в омолаживающем макияже нету конкретно какого-то одного направления. нужно выбирать под каждую женщину. У каждой есть свои возрастные изменения. Следующий шаг это брови. Без них никак, они играют огромную роль. Поэтому я сейчас прорисую. И, конечно же, тоже важно сделать правильную форму. Правильная форма, она у всех будет своя. И ширина своя, и длина своя. У меня брови, в общем-то, неплохие, но они очень тоненькие. Они у меня были такие всегда. И, конечно же, из-за того, что они тоненькие, еще и коротенькие. Я добавляю немножечко ширины. Я добавляю чуть-чуть света. Делаю это очень деликатно, естественно. И самое главное, вот эту зону очень мягкую. Потому что, если здесь переборщить с затемнением, то можно сделать уставшее лицо, усилить вертикальные морщины межбровные и сделать более отечные глаза. Поэтому бровь, омолаживший макияж играет просто огромную роль. Так, вторая. Они разные у меня, поэтому вот эту я рисую чаще всего повыше, то пониже. Асимметрия присутствует у нас у всех. А с возрастом, кстати, она может усилиться. В некоторых случаях это может быть смотрится красивая, такая, типа ваша изюминка. брови чуть-чуть разные, поэтому не стремитесь всегда делать прям безупречно. Тут как раз чистота техники должна быть, но если брови хотя бы чуть-чуть, немножечко отличаются, иногда это даже придает такое, знаете, как бы озорство. Смотрится интересно, поэтому на фоне того, что сейчас делают просто чуть ли не по линейке, такие лица смотрятся искусственными, поэтому я не люблю, когда лицо как кукольное, а кукольное это значит абсолютно симметричное. Но, конечно, специально я не делаю эту асимметрию, просто если она присутствует, не надо так как-то сильно углубляться в том, чтобы прям по линейке делать свое лицо. Если вы чуть-чуть ее изменили, этого достаточно. Что я делаю дальше? Значит, теперь перехожу к макияжу глаз. Макияж глаз я делаю очень быстро. Тени я тоже чаще всего смешиваю одни, вторые, третьи, то есть у меня нету какой-то вот например я взяла одну палетку и полностью сделаю ей макияж. Нет, что вы! Я взяла эти тени, потом увидела там какие-то другие, захотела их попробовать, потом мне кажется сегодня цвет какой-то этот скучный, не нравится, то они слишком блестящие, то они слишком матовые. И вот это постоянно присутствует. Я думаю, что вы тоже не всегда довольны одними своими какими-то цветами теней и что-то хочется новое, приходите в магазин, хотите выбрать и вот постоянно мучаетесь, как же правильно, матовые, блестящие, а может быть сатиновые, а можно, а нельзя, а вообще-то можно и блестящие, и матовые, и перламутровые, даже если вам 50 лет или больше. И вот я беру тени, они так, Макс Фактор, цвет, 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 0,04, вот такие четырехцветные тени. Вот я сейчас беру вот этот цвет, и он далеко не матовый, он блестящий, но не сильный, то есть сатиновый. И вот я затемняю, и сатиновые тени, они на самом деле очень легко и быстро тушуются, в чем их прелесть. Поэтому если вы берете абсолютно такие матовые-матовые тени, в некоторых случаях они будут очень долго вам создавать проблемы с растушевкой. А сатиновые прямо тушуются мгновенно. Тем более если я нанесла базу по тени, все у меня, посмотрите, все просто великолепно растушевывается. Вот. И потом мне, например, захотелось, ой, не хочу сегодня, какие-то они слишком коричневые. Хочу, чтобы они были не такие коричневые, я хочу, чтобы они были немножечко с таким холодным подтоном, или с розовым, или с фиолетовым. Потому что что-то надоели мне вот эти. Я быстренько сейчас их сделаю другого цвета. Возьму тени, например, фиолетовые, но, кстати, матовые, и приглушу эту текстуру. У меня получится красивый подтон. Немножечко тени изменятся. Так, естественно, я делаю эффект лифтинга. Без этого никак. Увеличиваю глаза сверху, снизу. Сначала я делаю такую форму, потом начинаю смотреть, где у меня побольше, где поменьше, и выравниваю. Вот сейчас у меня тут выстроится форма. Ну вот, в принципе, уже. Вот, например, этой кисточкой я нанесла. Очень удобно. Век этот у меня собирается уже, поэтому, что такое возрастное веко, я знаю, вот кожа уже такая прямо как тряпочка, тяжелее растушевывать, поэтому тут, конечно, будет играть значение сильно сам инструмент, чем я это делаю. Так, теперь я понимаю, что этой кисточкой мне уже не растушевать, мне нужно более пышненькое. Я беру более пышненькую, и для того, чтобы сейчас делать эту растушевочку легкую, я возьму тени, не буду обрать тени, я возьму бронзер, который я уже нанесла, и сделаю им растяжку. Растяжку это, чтобы вот эти тени, которые темные нанесла, они как-то вот немножко их растянуть, чтобы не было никаких четких границ. палец сюда в ход идет, свою форму глаз я знаю, я знаю, как ее подчеркнуть, поэтому я понимаю, где, куда у меня будет идти растушевка, рисунок, вот, видите, уже более чистенькая. Так, хочу сиреневая, сейчас найду сиреневая. Нашла, сейчас я возьму вот такой вот цвет, может быть, немножечко вот с этим смешаю и сделаю такую себе сиреневую дымку, потому что вот мне захотелось, я так очень часто делаю, поэтому у меня, когда там спрашивают, Жанна, какие у вас тени, вот, вы знаете, я могу использовать одни и те же тени, как базовые, но потом вот мне приспичат, и я сверху нанесу какие-нибудь другие, например, немножко сиреневатые, они не стали у меня уж прям сиреневые сиреневые, но ушел вот этот цвет, который мне не очень нравится, вот, вот, так, мне кажется, как-то чуть-чуть посвешили, так, плохо затемнело внешние уголки, надо сделать, и вот таким вот образом так здесь добавляю, добавляю, затемняю, потому что вот этот угол должен держать глаза, но это именно мои, у вас, значит, может быть, этот угол совсем в другом месте находится, чуть повыше, чуть пониже, то есть тут нужно с учетом уже ваших пропорций, так, вот здесь вот у меня не затемнилось до конца дырка, добавляю, здесь добавляю, потому что самое темное это как раз вот в этом месте, это делают глаза больше, ну вот, все, достаточно, так, какой у меня был консилер, это у меня Манлипро, новенький у них, тестирую, так, сюда, раз, сюда, два, для того, чтобы выровнять саму форму, беру теперь, ой, какой-то мне тут спонжик зеленый, ну ладно, выравниваю, вот таким вот образом, выравниваю, вот, чтобы была чистота, и на подвижное веко я все никак не могу найти альтернативу Армане, тени у меня номер два, вот такие вот бронзовые, я их очень люблю, так, и вот сюда наношу красоту, чтобы вот тут вот у меня сияло, я люблю, когда здесь что-нибудь такое блестящее, и вот получается у меня тут тени и матовые, и блестящие, опять же, женщина, вам почти 50 лет, ну куда вы блеск-то наносите, а вот можно оказывается, поэтому нужно понимать, опять же, какие у вас глаза, у некоторых женщин, у меня была недавно модель, ей 65 лет, господи, какая красавица, она ничего не делает, более того, я хочу сказать, она даже толком за кожей не ухаживает, шикарный, овал лица, красивые большие глаза, модельные века, прям рисую, не хочу, поэтому, когда говорят, ой, это все пластика, да нет, у некоторых это просто генетика, дальше, что я делаю, я бывает еще таким фломастером для бровей, вот сюда, вот так вот, около ресниц наношу, чтобы был потемнение немножечко контур, и чуть-чуть делаю такую вот моделирующую стрелочку, чтобы глаз был поярче, чуть-чуть побольше, теперь с этой стороны, как неудобно краситься без зеркала, точнее, оно есть, конечно, у меня, но очень далеко, так в основном получается в камеру, ну вот, и теперь ресницы, мой любимый керлер, Manly Pro, мне нужно ресницы забить, чтобы глаза открыть больше, ну вот он, мой базовый макияж, быстренько и красиво, моя любимая тушь, Sensei 38, она просто ресницы делает какие-то фантастические, они становятся просто настолько длинные, густые, и еще здорово подкручивает она, но все равно, я практически любую тушь, подкручиваю керлером, я сначала ресницы подкручиваю, потом крашу ресницы, проходит какое-то время, минут, например, там 30 и я крашу, ой, забиваю керлером опять, у меня получается, ресницы просто стоят вверх, от этого глаза очень круто увеличиваются, просто очень круто, но видите, вроде бы ничего сложного, и вот опять же, по поводу мифов, например, там женщинам, взрослым нельзя красить ресницы нижние, миф, смотря какие глаза, какая кожа вокруг глаз, что с пропорциями, поэтому кому-то не рекомендуется, а кому-то будет очень хорошо, женщинам, взрослым нельзя красить цветные ресницы, миф, наоборот, цветная тушь очень красивый, дает эффект, надо было мне это показать, а я сейчас и покажу, значит, цветная тушь или черная зависит от того, какая идея, поэтому, а не от возраста, что ж такое-то, что нам ничего нельзя, взрослым девочкам, так, вот я так несколько этапов крашу, 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 прям наращиваю, поэтому, когда говорят про хорошую тушь, это в некоторых случаях не столько еще тушь, сколько сама техника, то есть нужно сделать это в несколько этапов, учитывая, что у меня глаза зеленого цвета, я люблю тушь, темно-синюю, фиолетовую, таким образом я усиливаю зеленый цвет глаз, значит, какой выбрать по цвету тушь, коричневая, она просто более нежная, вот синий или фиолетовый будет хорошо для кари, кари зеленых, кари чайного цвета, коньячные, зеленые, серо-зеленые, вот если глаза голубые, и вы возьмете фиолетовую тушь, то они у вас тогда могут быть немножечко таким с изумрудным подтоном, значит, нижние ресницы, опять же, вот этот миг, конечно, если вы просто от души накрасти нижние ресницы, то может получиться иногда такой эффект перевернутого глаза, вот, но вообще нужно тоже понимать, я уверена, вот будьте добры, девушки, напишите, у кого в вашем красивом возрасте, например, там 50, 60 или более лет, очень хорошо сохранились глаза, и у вас прекрасные густые ресницы, и вам вот стоит их накрасить, и вы уже красотка, есть такие? 100% есть? Напишите, пожалуйста, о своих достоинствах, а у кого-то, возможно, например, зона глаз, она такая более подвержена старению, быстрее, то есть мы еще стареем по-разному, у кого-то глаза, в первую очередь, да, зона вокруг глаз, у кого-то исчезают брови, у кого-то хорошо сохранились губы, или у кого-то губы уменьшаются, кисетные морщины, то есть процесс старения у всех идет по-разному, вот, поэтому, когда мы говорим про омолаживающие макияжи, чтобы сделать себя красивой, нужно начинать делать макияж, в большей степени, с усиления тех зон, которые у вас сохранились лучше всего, вот я считаю, что у каждой женщины есть какая-то своя фишка, вот моя фишка, это глаза, поэтому я делала макияжи глаз всегда достаточно выразительно, я их подчеркиваю активно, и стараюсь, например, не перегружать нижнее веко тушью, чтобы не получился эффект перевернутого глаза, поэтому красить нижние ресницы можно, но нужно так, чтобы они не доминировали, тогда не будет эффект опущенных глаз, вот и все. У кого-то, возможно, очень здорово сохранилась форма губ, они у вас и пухлые, и нет этих кисетных морщин, поэтому, скорее всего, вам нужно больше делать акцент на ваши губы, например, у меня они потихонечку уменьшаются, опять же, у каждого свой тип старения, и я их увеличиваю, вот таким вот образом, я чуть-чуть карандашу, немножечко верхний контур и чуть-чуть нижний, все, я не делала сильный акцент на губы, тем более у меня очень быстро все стирается, поэтому я предпочитаю просто блеском накрасить и побежала все, и для меня это просто идеальный вариант. Сейчас я возьму блеск, блеск я возьму, какой же я возьму блеск, я возьму блеск Шанель, так, и чуть-чуть нанесу, все, вот, мне достаточно. Теперь я опять в течение дня буду припудривать лицо, обязательно беру с собой пудру, чтобы у меня вот здесь вот ничего не блестело, чтобы, соответственно, блеск не усиливал рельеф, поэтому чуть-чуть так вот добавляю, а вот здесь у меня всегда все блестит, потому что здесь блестеть можно, в моем случае, поэтому все индивидуально, соответственно, нету какого-то жесткого шаблона. Ну что, ну по-моему красиво. Ну вот я, взрослая тетя, 48 лет, сделала себе макияж со всеми ошибками, которые говорят обычно, что нельзя нам, взрослым девочкам. Все это ерунда. Поэтому, как я всегда говорю, самое главное, не дата в паспорте, а то, как вы хорошо и где хорошо вы сохранились. Поэтому, когда вы подчеркиваете свои самые лучшие стороны, то тогда и вы выглядите молодо. Соответственно, вам нужно понять, какая вам нужна текстура, куда наносить, как растушевывать, с чем разбавить, какая интенсивность, где будет больше акцентом, сверху, снизу, губы или глаза. Может у вас прекрасная кожа. И действительно, например, есть девушки, которым очень хорошо, достаточно плотный тональный крем. Как правило, это девушки, у которых своя кожа достаточно смуглая. Это брюнетки. На них тональные средства, они практически незаметны. У кого славянский типаж, и кожа более светлая, розовая, подверженная пигментации, более тонкая, больше мимических морщин, то вам, девушки, нужно выбирать тональные средства, которые будут более легкие, как раз таким легким эффектом свечения. И опять же, дело не в возрасте, а в том, какая у нас генетика, и как мы сохранились на данный момент. Поэтому можно все, самое главное, все это делать так грамотно, чтобы у вас было вот это вот ощущение, что косметики нету, вы выглядите прекрасно. Этому можно научиться. У меня уже огромное количество женщин получают потрясающие результаты для себя. Кстати, напишите, кто прошел у меня обучение в моей школе, и кто получает сейчас комплименты каждый день и радуется своему отражению в зеркало. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok